Механика игры предполагает просто, что вы будете друг за другом следить. А вы, пожалуйста, на этот стульчик двигайтесь. И когда мы с вами собрали нечетное количество человек в каждой команде, мы практически можем начать знакомиться. Был кликер. Давайте познакомимся. Меня зовут Пешкова Наталья. Я бывший senior community lead по системному анализу. Сейчас занимаюсь развитием платформ, сообщества. Со мной Наталья Павлюкова. Да, привет. Я Наташа Павлюкова. Я также, как и Наташа, работаю в Райфе. И я senior system analyst. Вот. Вот это, блин, наверное, занято. Я так задумалась, я вспоминала вообще. Просто Наташа недавно получила повышение, еще не привыкла. Давно заслуживала, но только недавно. И мы с вами сегодня посыграем в бизнес-игру на самом деле. Это скорее не мастер-класс, а бизнес-игра. Он вибрирует. Кажется очень странно, если честно, для кликера. Нанимать или декомпозировать. И мы с вами вместе постараемся найти ответ на этот вопрос. Ну, в общем, вот мы с вами представились. Мы будем с вами сейчас в эту игру играть, да, и отвечать на вопрос немножко. Что нас ждет в процессе мероприятия? Мы сначала с вами вот теми командами, которыми вы сидите, будем знакомиться. Потом мы будем с вами играть в игру, и мы уже определились. Тут написано 3-4 раунда. Мы будем играть 3. У нас появилось другое ограничение по времени. За полтора часа мы больше трех раундов с вами не проведем. Ну, и в процессе у нас будут информационные блоки, которые вы будете в какой-то мере генерить сами, а мы вам будем с этим помогать. Ну, и что? Сейчас у нас процесс знакомства. Он займет у нас какое-то время. Первое, что вам нужно сделать в команде, это выбрать ей название. У вас куча различного материала на столе распечатанного. И вот вы будете вести учет… У вас нет? Сейчас. Найди, пожалуйста, лист учета времени. Он там сверху. Общий. Найдите такой лист учета времени. Туда нужно будет вписать название команды. Сейчас придумайте ее, пожалуйста. Ну, и чтобы познакомиться и быть в контексте нашей тематики, мы с вами будем формулировать цели. Мы будем делать это самостоятельно. Каждому из вас нужно будет написать свою цель. И какой-то маленький шаг, который вы можете сделать прямо сегодня, для того, чтобы эту цель достичь. И когда вы будете представляться внутри команды в следующую итерацию, вам необходимо будет… Заходите, мы сейчас вас распределим. И когда вы будете представляться в команде, вы можете присоединиться вот к этой команде, ребят. Двое сюда и двое сюда. Когда вы будете представляться внутри команды, вам нужно будет говорить, кто вы, откуда вы и рассказывать про свою цель. Коллеги в команде могут предложить вам более мелкую цель, так сказать, по-челленджить ваш подход к декомпозиции. И вот коллеги, мы сейчас еще познакомимся. Команда по центру. Коллеги, коллеги. Ау! Привет. Да, работа кипит. Вы рано начали знакомиться. Смотрите, давайте начнем с первого этапа. Засекаем минуту, раз слишком много информации для одного раза. Давайте по порядку. Минуту договариваемся о названии команды. И две минуты пишем цель и первый шаг, который в рамках этой цели вы готовы сделать. Готовы? Каждый пишет свою цель. Нет. Цель пишем каждый свою. Эта цель нам нужна для того, чтобы познакомиться друг с другом. Хорошо? Как хотите. Вот в нашем примере прокупить квартиру. Ну, достаточно большая, да? А шаги могут быть разного масштаба. Коллеги, возможно, вам подскажут какие-то более мелкие шаги. Цели можно писать реалистичные, те, которых… Нет, вам… Коллеги, коллеги, давайте еще момент. Пишем цели на стикерах. На стикере одного цвета пишем свою глобальную цель. На стикере второго цвета мы пишем первый шаг, который мы можем сегодня сделать для ее достижения. Да. Нет. Любую свою цель пишем на стикере одного цвета. На стикере другого цвета пишем первый шаг. Вы не забыли про название команды? Коллеги, которые закончили. Все придумали, да? У нас вышло время на эту операцию. Следующая. Наша задача теперь внутри команд познакомиться. Используем те стикеры, которые мы написали. Представляемся в команде, говорим имя, свою цель и первый шаг. Коллеги могут из команды вас по-челленджить и предложить какой-то шаг более мелкий. Коллеги, 30 секунд еще. И будем знакомиться все вместе. Те команды, которые закончили уже знакомиться, выберите человека, который представит всю команду. Команду нужно будет представить в общем. Не обязательно, помню, Симина. Рассказать, какие у вас примерно цели в команде. Пару самых забавных перечислить. Коллеги, давайте начинаем знакомиться с командами. Какая команда хочет представиться первой? Напомню, рассказываем вкратце о команде. Говорим название команды. И вкратце рассказываем о команде, какие цели, из кого она там состоит. Может быть, захотите рассказать про состав. Я не знаю, может быть, у вас в какой-то команде финтех, например. Что-то уникальное. Кто бедный? Вот команда была. Всем привет. У нас команда ипотечный, чак-чак. У нас в целом у команды есть ипотеки. У нас все цели, они алчные. Кто-то хочет закрыть ипотеку, кто-то купить новую квартиру в ипотеку, кто-то купить машину, кто-то купить катер. У нас ни одной нормальной цели. Все цели максимально алчные. Почему чак-чак? Потому что мы татарская команда. Вот. Ну, так получилось. Совпало совершенно случайно. Смотрю, у нас, видимо, сейчас у многих будет повторение, да, по этой тематике. Мы вас зафреймили с своей квартиры, тут было предположение. Ну, да, да, да. Ну, у нас как бы команда называется банкиры и ко. У нас просто еще диджитал есть в наших активах. Поэтому, ну, цель… Случайно. Да, да. Цели у нас, конечно, немножко совпадают с коллегами. У нас также есть вопросы по квартирам. Где-то покупка, где-то ипотека, где-то ремонт, где-то благие планы, что пока нужно что-нибудь подчеркнеджить, что для того, чтобы в будущем купить квартиру. Есть у нас более такие цели по развитию, там, выхода в оунера, организации и прочее. Есть у нас цели такие благородные. Вот хотим купить кота. А, собаку, извиняюсь. Ну, просто сейчас популярная тема котики, поэтому, извиняюсь, перепутал. Купите собаку. И, соответственно, есть еще раз опция отдыха краткосрочного, ближайшего, да, и на долгую перспективу мечта там поехать на Эльбрус. Огонь. Огонь. Спасибо. Спасибо большое команде. Это правда. Кто первый встал, того и там. Выходит, что так. Ну, да. Дорогие друзья, всем здравствуйте. Наша новоиспеченная команда называется «Все согласны». Ну, вы не подумайте, что это что-то такое абстрактное. Мы подошли к этому очень практично, скрупулезно. Мы написали все наши фамилии, и они все начинаются с согласными. Мы пытались скомбинировать и найти какое-то удачное слово, но поняли, что без гласных нам никуда. Поэтому все согласны. Мы уже послушали цели, которые озвучили остальные участники. Частично они пересекаются, но мы тоже немного оригинальны, как и каждый из вас, из ваших команд. Ну, самая у нас такая дружелюбная цель – это завести друзей. Самая практичная цель – купить квартиру в Москве. Самая путешественная цель – посетить Австралию. Ну, про недвижимость я уже говорила. Кого еще не зала. А кто-то хочет позавтракать, кто-то хочет пообедать. Кто-то очень сильно хочет завести именно собаку в данном случае. С друзьями. Да, то есть, коллеги, вы можете после перерыва обязательно сделать свою мини-группу про животных. Я думаю, вы найдете общий язык. И одна из таких оригинальных целей – это, наверное, моя. Потому что меня зовут Анна Костягина. Я веду подкаст «Тевписк говорит». Это подкаст для технических писателей, который веду в Телеграм. И моя цель – улучшить качество подкаста. Первый шаг, который я сделала – это я купила годовой курс по саунд-дизайну. Сейчас я открыла для себя мир звука, звукозаписи. И занимаюсь этим совсем с другой стороны. Это полный мир такой, абсолютно новый. И, в общем-то, в который я погрузилась. И все так вот буду заниматься именно этим. Спасибо. Спасибо. Передаю слово. Всем привет. Наши команды. Мы попытались сложить первые буквы имен. У нас что-то получилось похожее на смелые смайлы. Мы решили так и оставить. Что касается представления, я буду кратко, но, надеюсь, вроде никого не забыла, всех учла. Наши цели, наши команды. Жизнь на Монмарте, в любимой квартире, смело работать, мечтать в перерыве, 2 миллиона за месяц иметь, команды построить, проекты успеть. Спасибо, большая команда. Вы все были оригинальны. На мой взгляд, я потеряла кликер. Команды, что-то, крайне мое. Мы с вами познакомились. И что мы с вами делали? Мы с вами обсуждали цели и самые маленькие шаги, которые можно для реализации этой цели осуществить. Не знаю, насколько вам удалось внутри команды как-то по-челленджить и сделать эти шаги более мелкими, но наверняка, если вы посмотрите на них сейчас критическим взглядом, вы увидите, что можно что-то и более мелкое сделать. Например, в нашем примере было завести накопительный счет. Возможно, там есть какой-то этап анализа этих накопительных счетов и так далее. А может быть, это просто про то, чтобы открыть сайт и вообще прочитать какую-то статистику и так далее. И, в общем, декомпозиция — это разделение чего-то большого на более мелкое. И нам это важно, потому что так устроен наш мозг начать что-то делать. Нам проще всегда с чего-то маленького, потому что все большое вызывает у нас страх. А если у нас сформировался страх, то эта история вообще не доходит до нашего мыслительного мозга. Он все остается в нашем рептильном мозгу, который, собственно, сформировался путем эволюции и призван делать достаточно простую работу. Вот он и делает. Он отсеивает все, что может как-то человека напрячь. Ну, мозг, в принципе, мы все знаем, не очень любит напрягаться. И чтобы какая-то история вообще дошла до неокортекса и была даже как-то просто осмысленно, обдумана, нам надо, чтобы она нами воспринималась. И маленькие декомпозированные задачи, они воспринимаются сильно мозгом легче. Таким образом, декомпозиция позволяет нам поддерживать мотивацию. И это помогает нам составить карту, где маленькие действия приводят к какому-то результату, и мы можем понимать, движемся мы в верном направлении или нет. Ну, на всем этом построены наши итеративные, инкрементальные подходы к разработке, где мы по маленькой какой-то части понимаем, туда идем мы или нет. Ну, и сейчас самое интересное. Выводы мы сделаем на основе игры, которую проведем с вами, вот теми командами, с которыми вы сейчас сидите, с ребятами, с которыми вы познакомились. Почему нам было важно посадить вас вот именно таким образом? Потому что у нас тут выделены определенные роли. И давайте про них немножко поговорим. С одной стороны стола. Четыре человека — это участники команды. Каждая команда может выбрать самостоятельно, с какой стороны у вас будут участники команды. Задача участников команды будет делать работу. У всех у вас на столе есть такая стопка с фишками, видите? Вот, собственно, это и есть работа. Этих фишек у вас 20. Работу мы будем делить разным образом от раунда к раунду, но в первый раз сыграем вот со всей стопкой. Вот. Как работать мы будем? Мы будем рассказывать, Наташа будет рассказывать каждый раунд. На другой стороне стола, напротив участников команды, сидят менеджеры, которые будут следить за участниками команды и фиксировать, что они выполняют правила раунда и фиксировать за ними время. Поэтому та сторона, где сидят менеджеры, приготовьте таймеры. Менеджерить команду и управлять вы будете самостоятельно. Также менеджеры команды, пожалуйста, найдите на столах листочки, на которых написано «лист учета времени». Лист менеджера, простите. Лист менеджера на нем написано. Нашли листочки? Коллеги. Ну, вы их немножко растащили, они все лежали в одном месте. Сейчас давайте разберемся. Коллеги, посмотрите сюда. Смотрите, у вас лежал вот на столе вот такой комплект. Видите, они отделены друг от друга. Так как у нас четыре менеджера, у каждого менеджера должен быть комплект листов. Лист менеджера, раунд один. Лист менеджера, раунд два. Лист менеджера, раунд три. Если вы их как-то перемешали, пожалуйста, соберите такие комплекты обратно. Посмотрите с другой стороны. У некоторых есть двусторонняя печать. Да, да. Все нашли листы менеджера? Коллеги, поднимите руки, кто нашел листы менеджера. Так, вот там вот четыре руки. Отлично. Коллеги, у вас тоже, да, комплекты сформированы? Четыре комплекта. Да, да, да. Все, раздайте. Ваша сторона менеджера? Да, все. Разбирайте. Так. Давайте разберемся. Коллеги, вы не против еще одного участника? Саш, присоединяйся к этой команде. Да, мы там немножко механику поменяем. У тебя будет очень важная задача выдавать работу. И следить за всеми, чтобы все работали правильно. А мы расскажем сейчас. Так, у вас все листы менеджера есть? Какая сторона у вас? Так, все ли менеджеры разобрали листы учета времени? Да, огонь. Давайте к следующей роли тогда. Следующая роль – это заказчик. Это те ребята, которые сидят во главе стола. Да, те ребята, которые сидят во главе стола, будут заказчиками. У команды вот по центру таких ребят будет два. Ну, будем считать, что, Саш, ты стекхолдер, который дает большую какую-то инициативу команде. Она с ней работает. Коллега Ирина Овнер. Екатерина Овнер. Извиняюсь, не слышно было. Вот, который принимает делать ее аттестирование, там, трам-пам-пам. Вот, заказчики, там, где заказчик один, должен прийти в эту сторону стола и выдавать работу. Когда начнется раунд? Он выдает работу согласно условиям раунда и принимает результаты работы на другой стороне стола, собственно, где стоит стул. Хорошо? Хорошо. Заказчики тоже достают таймеры. Заказчики фиксируют… Заказчики, слушаем внимательно. Заказчики фиксируют два времени. Время получения первой поставки и время получения полной поставки. В первом раунде, так как мы будем играть всеми фишками, они будут одинаковые. Но в следующих раундах они будут отличаться. Таймер выключаем, когда получили полную поставку только. То есть все фишки, все 20 пришли к вам. Понятно? Заказчики фиксируют время в другом листе. Вот такая вот табличка должна быть. Она должна фиксировать время по всем раундам. Важный момент. После каждого раунда менеджеры передают все свои листы заказчику. Заказчик переписывает время каждого менеджера в нужный столбец. Получается, вот отсюда считаем, это первый работник, второй работник, третий работник, четвертый работник. Со стороны стола, где нет стула, идет учет работников. Это важно для заказчиков. Вы не запоминайте это. Да, но это вот другое дело. Да, смотрите, вы даете работу. Да, вы засекаете таймер. А вот сюда фиксируете время с листа менеджера первого работника. Поставьте, пожалуйста, коллеги-менеджеры, чтобы заказчик не запутался на своих листах, пожалуйста, укажите номера работников, за которыми вы следите. Давайте убедимся, что заказчики поняли, как фиксировать время. Нужно объяснить, как фиксировать время? Условия раундов, пожалуйста, пока не читайте. Вы сейчас переключаетесь на другую деятельность, и давайте разберемся с табличками. Смотрите, Саша выдает работу. Вы засекаете таймер, фиксируете время первой поставки и полной поставки. Вот у нас 20 фишек. Когда к заказчику приходит первая партия фишек, это первая поставка. В зависимости от условий раунда. Первый раунд — это 20 фишек. И тогда у нас время первой поставки и время полной поставки равны. Согласны? Потом мы будем играть по 5 и по 10, и тогда уже они не будут равны. Так? Вот, поэтому это будет разное время. Вот сюда нужно будет зафиксировать время с листов учета времени. Вот это можно вычеркнуть. У нас получилось меньше, тут столы короткие. И здесь время с листов менеджера. Вот это будет лист менеджера 4. Время нужно будет записать сюда. Предыдущий менеджер 3. Все, чудненько. Так, условия раунда по-прежнему не читаем. Да, да. Сейчас мы эти правила еще дополнительно выведем на экран. Да, да. Так, с листами разобрались. Коллеги. Анна. Один человек. Да, еще рано. Раунд не стартовали. Но вы все правильно уловили. Ань, разобрались с табличкой? Да. Там просто появится табличка. Воню. А вот сюда надо вписать будет время с листов менеджера. Ладно? Первого работника, второго, третьего, четверого. Менеджеры, пожалуйста. А, ну вот, участник команды у вас. Расставлен. Кстати, все правильно. Вы большие молодцы. Так, с листами разобрались. Правильно? Поднимите ручки, кто разобрался с листами. Менеджеры и заказчики, поднимите, пожалуйста, ручки. И участники даже уже разобрались. Роль в команде можно не указывать. У нас просто уже не хватит времени. Мы очень долго с правилами. Чудненько вы разобрались, да? Все. Идем дальше, коллеги. Ну, как мы уже в целом на столах тут отдельно рассказали, у нас будет... Что мы будем делать? Менеджер, заказчик со стопкой из 20 фишек переходит на сторону стола, на которой не стоит стул. И отдает работу, получается, первому работнику. Менеджер, который сидит напротив первого работника, включает таймер в тот момент, когда работник взял первую фишку, чтобы ее переворачивать. Когда работник перевернул все 20 фишек и передал их второму работнику, первый менеджер выключает таймер, записывает время. Заказчик в это время может идти присаживаться на свой стул и ждать, когда ему придут, собственно, все фишки и останавливать в этот момент таймер и записывать время в столбец первой поставки и полной поставки. Переворачиваем по одной фишке. Смотрите, в первом раунде мы получили стопку из 20 фишек и получается по одной фишке их нужно перевернуть в такую же стопку и эту стопку передать следующему работнику. Да, именно 20. И эти же 20 должны по итогу потом стопкой прийти заказчику. Да, тырить по дороге не нужно. Коллеги, если стопка в процессе передачи рушится, кто за нее держался, тот делает работу заново. Прямо заново. Переворачиваем, Наташа же говорит, по одной фишке левой рукой. Давай право. Коллеги, на первый раунд у нас будет ограничение... Коллеги, послушайте, пожалуйста. На первый раунд у нас будет ограничение по времени. Четыре минуты. Это представьте, как у вас спринт. Две недели. Ну, типа, две недели прошли, как бы трамп попал, спринт закончился. У нас четыре минуты с вами. Мы засекаем четыре минуты. Мы вам скажем, когда раунд закончится. И мы скажем, когда раунд начать. Все ли готовы? Остались ли какие-то вопросы? Да, капитан, да? Почему нельзя все фишки переворачивать? Ну, как в работе, вы же постепенно ее делаете. Вы же не делаете ее целиком так. Типа, и по-разному телевизору. А? Тебя включить, да? Можно, но это другая история. Коллеги, готовы? На старт. Внимание, поехали. Ну, у нас такие общительные попались. Сил просто нет. Смотрите. Все закончили. Время записали. Аналогия с нашим спринтом. Спринт закончился. Что мы делаем? Ретро. Все правильно. Давайте с вами подумаем. На что была похожа наша работа? Да? Поделитесь в командах впечатлениями. Проэтерацию. Что влияло на скорость? Что влияло на качество работы? У кого-то падали фишки? Было такое? На что это похоже? Какая есть аналогия с работой в командах? Бадди. И следом подумайте, как вы можете улучшиться. Какие бы изменения вы предложили в следующую итерацию? Обсудите, пожалуйста, это в команде. У вас будет три минуты. На старт. Внимание, время пошло. Сейчас мы провели ретро внутри команды. Я предлагаю какой-нибудь одной из команд, чтобы не тратили слишком много времени, поделиться мыслями после ретро. Какие есть варианты улучшения, что мешало в работе? И вообще, какие выводы у вас были после первого раунда? Поднимите руку первые желающие. У нас все гораздо проще. Просто надо было родиться левшой, и проблем нет. А какую аналогию здесь можно произвести с нашей работой? Есть просто специалисты в своем каком-то деле. И на этом этапе все технологии, которые связывались, просто коллега ими владеет. Адаптированы. Импортозамещение случилось. Ну, и импортозамещение в том числе. Но тут вопрос профессионализма. Что человек именно этой рукой, просто это врожденный профессионализм, потому что он левша, ему это удавалось легче. Такую же аналогию можно провести с владением каким-то инструментом, либо практикой. Согласны? Быстро адаптивная случилась. Да. Смотрите, во первый раунд, когда поработали левой рукой, второй раунд явно будет по-другому. И вы нам расскажете, проще или сложнее. И скажете, с чем это можно аналогию провести. Давайте пойдем в следующий раунд. Понимаем, что очень сложно. Все еще утро. Заказчики. Во втором раунде заказчик делит стопку из 20 фишек на 2 стопки по 10 фишек. И, собственно, их, получается, и передает. Сначала он отдает одну стопку из 10 фишек. В этот момент он запускает таймер, то есть начинается работа. Спринт начинается. Он передает 10 фишек первому работнику. Первый работник начинает их переворачивать, складывать стопку из 10 фишек. Менеджер, как только первый работник коснулся фишек, включает таймер. После того, как первый работник передал стопку из 10 фишек второму работнику, заказчик выдает вторую стопку из 10 фишек. У первого менеджера таймер продолжает засекать время. Первый работник начинает переворачивать вторую стопку, также складывает ее в стопку из 10 фишек, передает второму работнику. В этот момент первый менеджер выключает таймер. То есть у нас будет две стопки, которые будут порционно выдаваться заказчикам. Только когда работник перевернул все 20 фишек и сделал две стопки и полностью все это передал работу следующему участнику команды, в этот момент первый менеджер выключает таймер. Заказчик, после того, как ему придет первая стопка из 10 фишек, засекает время первой поставки, записывает в таблицу. После того, как ему пришла вторая стопка, то есть все 20 фишек у него, он записывает время в итоговую поставку. И выключает таймер. Только здесь. Хорошо? Второй менеджер включает таймер, когда второй сотрудник коснулся первой фишки. Да, первой стопки. Да, да, да. Если второй сотрудник… Ну, то есть на него не ориентируемся. Если второй работник еще переворачивает, а первый уже закончил переворачивать, то он может передавать фишки второму. Тут вот ребята хакнули немножко. У них как будто все в бэклоге лежит. Короче, подготовлено. Они просто из бэклога набирают. Все готовы? Всем понятно задание? Также 4 минуты у нас на раунд. Закончите раньше, поднимайте руку, чтобы мы видели, что вы закончили. На старт, внимание, поехали. Кто закончил? Поднимайте руки, пожалуйста, коллеги. Ура! Все команды закончили. Да, 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 та команда давно закончила. Ну что, было по-другому? Да! Да! Как вы думаете, что у нас опять будет с вами? Ретро! Давайте только теперь более приземленно к именно айтишной деятельности постарайтесь переложить это на работу. И вот выводы какие-то связаны с работой конкретных специалистов, выстраиванием конкретных процессов, использованием каких-то практик. Что-то победили. Какая-то работа была проделана над собой, и все удалось. Коллеги ретро, у нас время истекло, поэтому я предлагаю, команда поднимала руку в прошлый раз, поэтому после этой ретроспективы предлагаю высказаться вам. Мы еще на первой ретроспективе поняли, что нужно параллелить процессы, и когда заказчик в бэклог укладывает несколько задач, то рабочие могут одновременно выполнять несколько задач. Время сократилось в два раза. Считаем продуктивно. Сейчас на пяти фишках еще планируем сократить время. Спасибо большое. Спасибо. Здесь у коллег прозвучала интересная история как раз в теорию ограничений. У нас по сути цепь создания ценности. И есть время эффективной работы, когда вы переворачиваете фишки. Есть время простое, когда работа передается, она там разваливается, переделывается, возможно, или откладывается. И это все влияет на время получения итоговой ценности. Мы все это на цифрах с вами еще в итоге увидим. Давайте играть новый раунд. Как вы, собственно, все уже поняли, я думаю, в третьем раунде у нас будет четыре стопки по пять фишек. Механика будет такая же, как была с двумя стопками. Менеджер первый включает таймер, когда первый сотрудник, первый работник коснулся вообще первой стопки из пяти фишек. Он ее переворачивает, формирует также стопку из пяти фишек и передает второму сотруднику. После того, как он все четыре стопки передал второму сотруднику, первый менеджер выключает таймер. Заказчик, получается, засекает время первой поставки, когда ему передали первую стопку из пяти фишек, и засекает время финальной поставки, полной поставки, когда ему пришли все 20 перевернутых фишек. Вопросы. Вопросов нет? Наташа объявляет. На старт. Так, вопрос. Смотрите, нужно ли передавать лично? Вообще механика игры предполагает, что вы передаете лично. Почему? Потому что есть различия в работе. То, что лежит в бэклоге, мы не закоммитили, что мы это будем делать. Лид тайм по этим задачам, он не начинается. Считается время работы, которая попала уже в цепочку создания ценности, то есть попала конкретному работнику. Вот тогда, если брать такую аналогию с бэклогом, это этап to do. Поэтому нам важно здесь в механике сохранить, что мы работу эту передаем. Если тебе удобно, фиксируй, чтобы не бегать. Договорились. Коллеги, если вопросов больше нет, на старт. Внимание, поехали. Мне нравится, когда команда радуется каждому раунду. Я считаю, что после следующего ретро слово надо дать вам. Что у вас там происходит вообще? Итак, у нас ретро. Вопрос, который я вам хотела задать после первого ретро еще. Как у вас поменялось ощущение работы левой рукой? Я не сомневаюсь, что когда вы сказали об этом в самом начале, вы такие левой рукой, что это такое, но будет сложно. Второй и третий раунд как прошел. Проведите тоже под это аналогии. И как это влияет на вашу работу, деятельность, как это поменялось? Повлияло ли это на скорость работы, качество работы? Особенно ребята, у которых разрушались топки. Кто хочет поделиться? Давайте дадим. Возможно, другим, если кто-нибудь откликнется. Если нет, то, конечно же, вам. Коллеги были первыми, подождите. Сбегали за микрофоном. Здрасте. Так, а мы рассказываем, как мы улучшаемся, да? Да, что вы увидели и как бы вы улучшили? И как вы думаете, это бы повлияло на скорость? И какую бы аналогию вы могли провести с разработческой нашей деятельностью? Ну, первое, что мы видим, у нас время участников улучшается, то есть скиллы повышаются. Время первой поставки у нас, конечно же, сокращается. И, что интересно, время последней поставки у нас тоже сокращается. Обсуждали разные технологии, как эффективнее переворачивать. И обсуждали момент, что если, например, один из участников теряет в середине игры фишку, у коллег было предложение, чтобы возвращать все с нуля. Но мы узнали у организаторов, что не надо этого делать. И ты переделываешь только свой блок работы, правильно? Вот. А еще мы узнали, что если мы дружные, позитивные и радуемся, то все работают более эффективно. Они знают, что мы можем сломать все. Да. То есть только если в игре не случится, то в игре не в жизни не так. Ты можешь сломать свой этап, ты в жизни можешь сломать свой этап, но у тебя повалится вся система, и тебе придется откатываться до начала. То есть вот это вопрос как бы ограничения игры. В жизни у меня просто прям кейс живой есть. Да, да, это понятно. У нас вообще очень много в игре ограничений, потому что мы хотим посмотреть на определенные вещи. Чем больше мы сложности просто в нее добавим, тем меньше возможности конкретные выводы сделать. А еще думали на тему того, что аналогия похожа, да, что когда мы большими итерациями передавали, это типа waterfall классический, да, и сейчас приближаемся к agile, но степень декомпозиции. То есть вот сейчас мы дошли до какого-то довольно оптимального уровня, и кажется, что если мы декомпозируем еще больше, то вот там мы начнем терять, потому что на передаче будет теряться время. Мы сейчас это проверим. Ну, может быть, да. Интересная гипотеза. Хорошо. Я хочу коллегам тоже дать микрофон. У них была интересная какая-то идея. Да, я хочу добавить, что при декомпозиции вот этих вот задач более мелких заказчик уже начинает получать какой-то результат, который он тоже может начинать проверять. То есть здесь заказчик тоже долго нас не ждет, и ему гораздо легче уже оценить и проверить результат, найти там, допустим, какие-то ошибки, что-то нам вернуть. Спасибо. Ну, важно, да, команда научается. Вот вернемся к этой левой руке, да, все-таки это про какой-то незнакомый для нас инструмент, который мы освоили и очень быстро все-таки как бы имплементировали, да, и наш мозг очень быстро привыкает даже левой рукой работать, да, хотя это кажется таким необычным. Что еще? Вот у коллег был комментарий про то, что если где-то, значит, бьется, вся цепочка ломается. Вот у вас это не прозвучало в самом начале, но на первой итерации часто видно такой момент, что какое-то звено, да, оно более нагружено, и чаще всего это первое. Ну, то есть пока первый участник приспособится левой рукой работать и передаст второму участнику, у него время чаще всего самое большое. И тогда с точки зрения оптимизации коллеги часто предлагают это звено усилить. И вот возвращаясь к вашему комментарию, да, это то, чего делать нельзя. Когда мы находим узкие места, прежде чем их усиливать, набирать людей, почему у нас, собственно, название доклада нанимать и декомпозировать, да, нужно задуматься о других вещах и найти другие способы оптимизации, да, прежде чем вводить туда людей. Надо помнить, что привлечение нового сотрудника, да, оно может привести, наоборот, к отставанию, потому что нам надо погрузить его в контекст, научить каким-то понятным нас вещам и так далее. Вот. Кажется, что мы с вами сумеем и успеем сыграть все-таки в четвертый раунд и поделим работу очень мелко, да, и посмотрим сейчас, как это повлияет на наше время, и посмотрим, как сработает гипотеза команды, да, что это будет не в позитивную сторону. В четвертом раунде, который мы успеем, потому что вы все очень, видимо, когда-то были левшами, и очень быстро все делаете, мы передаем по одной монете. Менеджер первого сотрудника включает таймер, когда сотрудник первый коснулся первой монеты. После того, как первый сотрудник перевернул монету, он передает ее второму сотруднику, работнику, участнику команды. Менеджер первого работника выключает таймер только после того, как все 20 моментов будут, монет, господи, фишек, будут переданы второму сотруднику. Заказчик, получается, засекает время первой поставки, когда ему пришла первая фишка, и время полной поставки, когда ему все 20 фишек передали. Ни в какие стопки мы сейчас их не складываем, просто переворачиваем и передаем по одной. Готовы? На старт, внимание, поехали. Мне кажется, уже есть у нас коллеги, которые готовы ответить, а я отнесу микрофон другой команды. Вот смотрите, мы заметили хорошую историю, это ближе, наверное, к канбановской истории, это вот, получается, исполнители, да, и у нас work in progress, когда был пятерышка, у нас прям мы вышли на оптимальный результат, получается, у нас стабильный конверт не ломался, потому что я, во-первых, видел перед собой 5 значений, то есть я не пугался большого бэклога, так что мне нужно выкопать. Я сразу видел маленькую стопочку из 5, и я ее выкидывал и переходил в следующий. А когда начали мы кидать по одной стопке, как раз я увидел прогресс о том, что я не успеваю перекидывать на следующий, а мне уже подкидывают еще задачки, а я вот так перекидываю и не успеваю. И в какой-то момент был диссонанс, да, в таком темпе жить невозможно. Если вот выводы, да, кратки можно, а потом все, сдохнешь. Извиняюсь за выражение такое. Драматично. Да, у нас интереснее вывод оказался, если честно. У нас настолько пошла кооперация и подстройка скорости друг под друга. Так, хорошо. Да, то есть пошла настолько синергия и скорость и подстройки друг под друга, что этот автомат реально стал Макдональдсом. То есть ребята, у нас просто пролетели фишки от начала стола к концу. Вот. Мало того, в это включился еще первый менеджер, который очень быстро давал поставку вот этих задач как бы нашему первому игроку. И в реальности есть два вывода из этого. Не знаю, насколько долго можно продержаться, но судя на нашем ажиотаже, было весело. Но есть второй момент, что в этом, так как мы немножечко подготовились до, мы вообще не включали процесс головы в процессе. То есть это просто было на автомате. Реально это было прям конвейер. А сколько у вас последний? У нас последний? Ну то есть еще полная поставка за сколько прошла? За 30 секунд. Это не… Это не было соревнований на минуточку, если что. Смотрите, да. Во-первых, в таком темпе продержаться долгое время будет сложно. Второе, маленькая работа, действительно, ее можно делать по шаблону, особенно в таком темпе, как вы переворачивали. Это что-то про поддержку, про какие-то стандартные запросы. Возможно, это про создание каких-то типовых сервисов. Но тогда имеет смысл это отдать машинам. Вот мы вчера общались с коллегой, она сегодня там рассказывает, как подобные процессы автоматизировать. Вот. Поэтому есть, конечно же, оптимальный уровень декомпозиции, и его нужно команде подобрать индивидуально. Это раз. А еще мы с вами сейчас будем анализировать наши данные и посмотрим на формулу. И вот тут упоминали work in progress, которая из канбана, собственно, она тут тоже фигурирует. В изначальной формуле литла, она выглядит посередине указано. Она немного трансформировалась в канбане. И, собственно, это время цикла пропускная способность и количество работы, входящей в систему. И тут основной вывод в том, что чем больше у нас задач в процессе, да, работы, тем, собственно, нам сложнее. Это про многозадачность. Почему вот эти ограничения в работе вводятся, да, потому что переключаться между задачами нам сложно. О чем это? То, что я говорила про backlog. Вот backlog — это пул задач, которую хотелось бы, чтобы мы сделали, но мы на нее еще не подписались, да, по большому счету. Ну, если мы берем именно разработку, если мы берем поддержку, да, то наш backlog — это то, на что мы подписались уже, и практически это то, что в туду, потому что не ответить по запросам пользователя мы не можем. Ну, какой-то ответ все равно надо дать, да. Вот. Но задачи, связанные именно с разработкой, они у нас могут лежать в backlog'е, и когда мы берем их в туду, да, это означает, что мы вводим их в наш цикл. Выглядит это примерно вот так. Работа попадает, и попадает она все равно, так или иначе, ну, по крайней мере, если мы возьмем Kanban, да, у нас есть этапность, да. И вот то, что работа была у одного работника, это работа, которая находится вот в этой системе, у первого работника, да. Это время, которое у вас, ну, в столбце под первым работником, вот это все время. Ну, и так далее, да. И тут какие-то у нас еще этапы есть, и, собственно, тут еще какие-то этапы у нас могло быть больше, да. И, собственно, работа, которая вышла. Вот. Давайте что с вами сделаем? Мы с вами посчитаем эффективность этого потока, и мы поделим время, которое… вот у нас есть своя табличка, у нас было меньше людей, которые участвовали в создании ценности. Мы возьмем время, например, третьего работника и разделим его на полную поставку, да. В нашем случае это будет 70 на 245. Это же помните, я телефон оставил на той стороне. Ну, это примерно должно быть 0,2, по-моему. Я перевела в минуты. Простите. 0,28, да. Давайте возьмем теперь третьего работника, но 5. И у нас получается 60, 45, 105. 180, 220. 0,47. И мы увидим, да, что чем меньше у нас была работа, да, тем эффективность каждого, получается, работника, она выше. Ну, это не просто… С одной стороны, вот здесь мы это увидели на цифрах, а еще меньше, ну, в нашем случае это истории, да, они позволяют нам меньше записывать детали какие-то, да, по-другому строить нашу работу с документацией соответствующим образом, более эффективно приоритизировать задачи, да, почему более эффективно, потому что у нас ниже уровень неопределенности в рамках этих задач, да, да, и нам более понятно, что мы получим в результате. Это позволяет нам делать более точную относительную оценку, потому что задачи меньшего объема легче сравнивать. Проще найти, соответственно, примеры для этой относительной оценки, да. У нас более мотивированная команда. Как мы помним в начале, да, как работает наш мозг, за сложную работу нам очень сложно взяться. Тут еще на самом деле есть куча разных когнитивных искажений и вообще искажений, с которыми работает наш мозг, да, как он оценивает сложно, легко, вот, и многую большую работу, непонятно слово получилось, но все же, он, ну, не пропускает, да, помните задачи, за которые сложно взяться, не только самому, но и команды в целом, как бы, да, а еще и как-то передать это другим коллегам, как-то объяснить, когда ты сам, в общем-то, не хочешь с этим разбираться. Происходит равномерная, более равномерная нагрузка на команду. Мне кажется, тоже это увидели, да, что получилось меньше простое. Когда мы работали с 20 монетами одновременно, все такие сидели и ждали, когда там первый человек, наконец-то этот. И кажется, что проблема вот в этом первом звене, когда же он наконец-то сделает и так далее. Это вот, собственно, наверное, особенно в оттерфоле заметно, да, когда же появится документация, когда же ты бедный аналитик, вообще что-нибудь нам даст. Вот. Меньше про неопределенность я уже сказала, меньше желания отложить работу, больше доверия заказчика. Помните, команда тоже говорила, что заказчик получает раньше ценность, он может проверить и убедиться, что мы идем в верном направлении. Когда мы декомпозируем, мы можем не создать, например, какой-то отчет, но дать какую-то промежуточную выгрузку. А иногда даже это не выгрузка, а просто посмотреть данные, которые залились в базу, да, и в каком-то формате их предоставить заказчику, чтобы они проверили, что мы все конкретно, корректно преобразовали. Больше вот независимых историй, вот тут у коллег еще была история, что эти задачи не должны быть между собой связаны, да. Почему, ну, как бы связи плохие, потому что если они… есть связь, особенно проникновение одной задачи в другую, это хорошо видно в критериях качества пользователей в этих историях на примере буковки А про независимость, да. Там есть такая зависимость, когда одна задача проникает в другую. Выглядит это примерно так. Есть задача 1, есть задача 2, ну, для наглядности просто, да, и есть работы, которые там должны быть сделаны. Здесь должны быть работы сделаны А, Б, С, здесь А, здесь Д и Б, например, да. И если мы сделаем вот эту задачу, а потом будем брать эту, и нам не совсем понятно, и как корректно их оценивать, да. Ну, и, соответственно, после реализации, например, вот этой задачи, ну, будет странно, конечно, допустим, этой задачи, да, непонятно, как изменять вот эту, да. Ну, мы чаще получаем обратную связь на практике. У нас здесь такой механики не было, но в целом, да, вот когда мы проводили ретроспективу, заказчик наверняка делился в каждой команде, да, что для него было проще, а что легче. Коллеги, вы еще с нами? Класс. Ну, и меньше незавершенной работы. У нас с вами этого не получилось. Вы в первую итерацию уложились меньше, чем в 4 минуты, но если бы вы в них не попали, то как раз это была бы, ну, такая аналогия, да, что работа не уложилась в спринт. Вот. И такое часто бывает. И если задачи большие, то наверняка вы многие сталкивались, что задачи переносят из спринта в спринт, непонятно потом, как отделять, то ли там тестирование отделить, то ли там какое-то интеграционное там взаимодействие, не знаю, там с другими командами не срослось, ну и так далее. Вот есть еще один, наверное, вам не очень видно. Меньше шансов упустить какие-то детали, да, чем меньше задача, тем нам с ней понятнее. Но еще важный момент, который вы увидели, да, на слишком маленьких задачах мы впадаем в какой-то раж и, соответственно, можем упустить картину из внимания целиком. И, в общем-то, кто-то должен это делать, и должно быть мероприятие либо место, где, собственно, мы все это в совокупности видим, обсуждаем, презентуем, есть какая-то, в общем, история. Ну и, конечно же, чтобы нам делать маленькие истории, нам нужна автоматизация. Это, на самом деле, вывод из последней вот этой итерации, когда мы делали по одной вообще задачке, если у нас не настроена автоматическая выкатка в прот, да мы убьемся эту каждую задачу, простите, на прот выводить. Команда вот этих накладных расходов станет столько, что ценность декомпозиции вообще померкнет просто, да, и это в том числе и про автоматическое тестирование. Ручное тестирование все это процесс трудоемкий, да, и то, что можно сделать автоматически, здесь пирамида тестирования, собственно, она показывает по количеству автоматических тестов, каких должно быть больше, а каких меньше, да, то есть юнит-тестов должно быть больше, а вот тестов UI-ных должно быть меньше. Вот. Ну и какие выводы хочется сделать в рамках нашего тренинга, да, что, собственно, с точки зрения планирования и рисков мы снижаем риски провала, мы точнее оцениваем, да, больше независимых задач в спринт и меньше неопределенности, соответственно, да, то, что, в общем-то, мы проговорили, ну и больше согласованности с другими командами, на самом деле, используя такие инструменты, как StoryMap, для наглядности планирования своих итераций, да, мы можем определять и указывать зависимости и планировать задачи совместно, да, с другими командами в виде наших потребностей, которые мы имеем для них. Работа с заинтересованными лицами. Тут работа именно с ожиданиями, да, получением нам обратной связи от них, что влияет в том числе на мотивацию команды, да, когда мы получаем позитивную поддержку и радость коллег, так что мы делаем что-то полезное, нам тоже от этого становится хорошо. Ну, скорость и качество улучшаются. Все, в общем-то, мы здесь тоже проговорили. Так. Ну, в идеальной картине мира, на самом деле, с точки зрения скорости и качества, да, если у нас небольшие задачи, то многие вещи, уточнения по ним мы можем делать прямо в спринте, да, и у нас, например, в командах такая практика есть. Мне кажется, Наташа про это рассказывала, когда делала доклад по декомпозиции. Команда разработки. Мы выравниваем нагрузку, работаем с мотивацией команды, да, ну, в общем, все эти прекрасные вещи. У нас получается делать команду более адаптивной. Команде, получается, больше учиться на своих ошибках, да, есть возможность менять какие-то инструменты в процессе, да, это мы увидели при работе левой рукой. Вот. Ну, и повышается команда дух, это мы увидели вот на команде в центре. Это было прекрасно, да. Собственно, с одной стороны, на этом у нас все, а с другой стороны, мы приготовили небольшой бонус. Это не наша разработка, но вдруг вы не видели или не пользуетесь, или не знаете, а мы раздадим, на самом деле можно не фоткать, мы для вас напечатали эту карточку. Почему напечатали? Потому что легко дать ее, ну, как бы ссылку в интернет, а ее бы хорошо уметь перед глазами и использовать ежедневно для того, чтобы этот навык наработать, да. Постоянно обращаясь к ней, фактически здесь знакомый многим спайдер, да, просто для него описано дерево принятия решений, которое чуть больше поможет, в общем, с этим разобраться и внедрить на практике. Сейчас коллеги раздадут, ну, давайте мы сейчас все вместе раздадим вам эти флайеры, и еще у нас будет, мы сейчас с Наташей будем думать, подарки вам, поэтому не разбегайтесь, пожалуйста. В общем, у нас три подарка. Один от организаторов конференции. Это футболка, и мы передаем ее в команду, прости господи, как это называлось? Ипотечный чак-чак, да. Активному молодому человеку рядом с заказчиком. Классные футболки, думаю, вам понравятся. Еще у нас есть два подарка от Райфа, и их получают? Да, их получают вот в этой команде молодой человек, который пытался организовать с самого начала всю игру и всю работу. Спасибо тебе большое. И в этой команде заказчик. Екатерина. Спасибо, коллеги. Давай, Наташ, тоже. Спасибо. Нам было с вами очень классно, спасибо большое. Мы с вами уложились в тайминг. Прям. Вообще, вы большие молодцы. Такие живые, активные. Спасибо, что пришли.